Как вы их сильно любите? Кстати говоря, скорлупой никогда не выбрасываю. Что мы делаем с яйцами? Тоже фастфуд, но полезный. Красуточка наша варится. Я не чищу морковку. Выкладываю тунец. Система такая. Чем? Всем огромный привет, мои хорошие! В сегодняшнем ролике у нас будут самые полезные, самые вкусные, недорогие, классные обеды для похудения, для поддержания фигуры, для стройности и, конечно же, здоровья. Первый рецепт это будет суп. В последнее время очень люблю супы, но сразу скажу, что варю я их довольно густыми, для того, чтобы не было лишней воды. И в сегодняшнем ролике вам покажу рецепт суперпростого супа, для которого нам понадобится у меня 5 шампиньончиков таких небольших, кабачок тоже небольшой, одна морковка, самая обычная российская морковка. Конечно же, это лук, это зелень, укроп, и я взяла зеленый лук, потому что я вообще очень сильно люблю добавлять его в супы. Это два свежих яйца, сырых, не вареных, и это, конечно же, основа, можно сказать, нашего питания, это белок, это у меня в данном супе будет индейка, у меня всегда инди-лайт, я очень люблю эту фирму, она очень полезная. Самый основной момент вообще, почему я ее беру, это то, что она очень сочная, то есть она не дает вот этой сухости, знаете, как вот иногда белое мясо, когда готовишь, обязательно внедряйте индейку, в ней содержится огромное количество белка, мясо индейки гипоаллергенное, и, конечно же, можно давать даже деткам. Так что мой супчик сегодня будет с очень вкусным филе грудки от Инди-лайт. Мы все это должны помыть, почистить и порезать. Ну а чтобы не терять время, я поставила воду до закипания и добавляю в нее соль. Если что, я досолю потом в конце приготовления еще. В последнее время я не чищу морковку, я просто беру довольно жесткую щеточку, вот эту мочалку для посуды, и просто хорошенько по ней прохожусь, и она получается такая красивая, свежая и чистая. Шампиньоны я не чищу, я их просто промываю от каких-то черных точечек. На самом деле просто они растут в теплице, и никакого особого загрязнения обычно у них нет. Только посмотрите, какой аппетитный кусочек мяса у меня. Я использую даже немножечко поменьше половинки, то есть я не весь кусочек буду сегодня, где-то вот, наверное, половину этого. Держи. Вода у нас уже закипела, я режу уже на такие небольшие кусочки. Мясо я потом не буду доставать, как это обычно делается, если мясо, например, на кости. Хотя я тоже большой любитель взять, например, для супа какое-то бедро, например, индейки, это тоже безумно вкусно. В кипящую воду, немного подсоленную, кладу индейку, и все, и оставляем так где-то на минут 20-30. Для того, чтобы нам особо не плакать, я беру блендер и лук. Режу его на несколько частей, у меня такая довольно... Большой, короче, у меня лук. Я же делаю не только себе этот суп, правильно, но и для моей любимой семьи. Поэтому сейчас я вырезаю из морковки серединку, скругляю углы. В общем, пытаемся сделать с вами что-то похожее на сердечко сверху. Пока у нас получается как-то так. Затем я беру вот такой вот нож. В принципе, можно все как бы делать обычным. И нам нужно здесь немножечко удалить бока. Прямо вот так вот к серединке. Срезанную морковку тоже можно использовать. Вот одна сторона у нас уже получилась. Немножечко скругляем ее, чтобы было красиво. И делаем то же самое со второй стороной. У нас получается на срез вот такое сердечко. И начинаем резать морковку обычным способом. И у нас будет много-много-много сердечек. Когда ваши родные будут есть этот суп, они будут помнить, как вы их сильно любите. Посмотрите, как мило у нас с вами получилось. Шампиньоны я порежу вполне себе стандартно. Перекладываю. И у нас с вами кабачок. Кабачок я режу на 4 части. И довольно такими крупными. Крупной, не знаю, соломкой. Что это? Нет, не соломка. Либо натереть на терке. Вот что у нас получается. У нас с вами готовы красивые овощи. И здесь у нас индейка. И закладываю красивущую морковку, потому что она самая твердая из всех ингредиентов. Поэтому ее мы поварим еще минут 7. Красноточка наша варится. Я к ней добавлю специи для стейка. Мне кажется, я их вообще везде просто добавляю. Они содержат еще и соль. Давайте шампиньоны. Система такая. Чем тверже продукт, тем раньше мы его закладываем. Все. И оставляем еще минуточек на 7. Как же это приятно пахнет! Кабачок. Укладываю в суп. Варим еще минут 5. Кстати говоря, именно на этом этапе я сейчас положу лук. Все очень аккуратно, но тщательно перемешиваем. Что мы делаем с яйцами. Разбиваем. И хорошенько их перемешиваем. Влить тонкой струйкой в суп. Добавляем парочку лаврового листа. Накрываем крышкой. И выключаем огонь. Оставляем так на 15 минут. Открываем. Наливаем. Кладем укроп. Добавляем зеленый лук. И кладем немного сметаны. Вкуснейший полезный супчик готов. И чем больше зелени, тем он полезнее. Кстати говоря, сметану можно добавить в саму кастрюлю. Буквально пара ложек. И ваш супчик будет таким вот беленьким. Далее покажу вам очень простой рецепт, который можно использовать, например, как я. Я вообще часто им пользуюсь, когда я, например, куда-то уезжаю и беру это блюдо с собой. Либо, конечно, это как перекус. Вы можете сделать немножечко впрок. И, в общем-то, в течение дня или даже двух дней перекусывать таким замечательным блюдом. Очень простое и достаточно полезное. Не достаточно полезное, а очень полезное. Нам для этого понадобится два ломтика. У меня цельнозерновой хлеб. Без сахара, без каких-то примесей. Продаются. Вы можете испечь такой хлеб сами дома. Либо продаются просто в магазинах. Как правило, это фермерские магазины. Для этого нам понадобится тунец. У меня такая баночка тунца, из которого котик уже забрал для себя водичку. С удовольствием ее выпил. И, в общем-то, у меня вот такой вот тунец. У меня здесь творожный сыр. Яйцо уже отваренное у меня. Помидорку мы будем резать тонкими дольками. И несколько листиков салата. Совершенно любого. Хотите айсберг. Первое, что, конечно же, мы должны сделать, это помыть салат. Помыть помидор и почистить яйцо. Тем временем ставлю сковородку разогреваться. Мы немножечко прожарим с одной стороны хлебушек. Выкладываю тунец. Мне понадобится даже не целая баночка. Хорошенько его вот так вот измельчаю. И смотрите, для того, чтобы он не был суховат, я возьму творожный сыр и мешаю его в тунец. Таким образом, у нас и тунец не будет падать из нашего блюда. Выпадать самые неловкие моменты. Потому что, опять же, повторюсь, что я часто беру такое блюдо куда-то с собой в поездке за рулем. Очень удобно. Тоже фастфуд, но полезный. На сковородку укладываем хлеб. Можно воспользоваться тостом, но просто я буду делать это с одной стороны. Немножечко его подрумяниваем. Чищу яйцо. Кстати говоря, скорлупой я никогда не выбрасываю. Собираю ее отдельно. И передаю потом моему папе в деревню. Она там ему нужна. Вот яйцо вареное. Нарезаю яйцо такими ломтиками. И то же самое делаю с помидором. И собираем, собственно, наше блюдо. Кладем поджаренной стороной вниз. На хлеб выкладываем начинку из тунца. Яйцо. Здесь у меня получается вообще на два таких сэндвича. Дальше укладываем помидор. Уменьшу. Салат. Я люблю побольше вот так вот. То есть салата вообще много не бывает. И наверх укладываю еще один хлебушек. Все это аккуратно придавливаю. И разрезаем либо на американский манер по диагонали, либо на русский манер просто так. И у нас получается потрясающий, полезнейший обед, завтрак или ужин, который мы можем взять с собой и съесть в любой момент. Насчет сыра здесь выбирать вам. Чем лучше, естественно, в составе будет сыр творожный, тем он будет полезнее. Вот такая вот красота у нас получилась. Приятного аппетита. Не заморачивайтесь сильно с едой, потому что на самом деле очень простые рецепты могут быть безумно вкусными и, конечно же, полезными для вашего здоровья и тела. Субтитры создавал DimaTorzok